Слава Господу, братья и сестры, что мы с вами можем вместе пред Богом, склонивши свои сердца, склоняя свои колени, быть благодарными за прожитый нами год и умолять и просить у Бога благословения на тот год, который нас с вами ожидает впереди. Я поделюсь несколькими мыслями, которые, думаю, нам еще помогут немножко осмыслить прожитый год и помогут нам немножко сосредоточиться в нашей жизни в отношении будущего года. Я назвал свою проповедь «Важность мелочей». Один человек очень хорошо сказал, «Жизнь – это цепь, а мелочи – вне извения. Кто пренебрегает мелочами, тот рискует порвать всю цепь жизни». В жизни христианина нет мелочей. Отдельные вещи, которыми мы встречаемся по жизни, мы можем их воспринимать мелочами. Но, однако, в масштабах всей жизни отдельно взятая мелочь, она может стоить или быть причиной больших и грандиозных вещей. Если, к примеру, мы с вами вспомним такой корабль или такой космический аппарат многоразового использования, как «Челленджер», я думаю, многие из вас хорошенько слышали и знали, что было причиной, что этот многоразового использования космический аппарат, когда входил в плотные слои атмосферы Земли, он потерпел крушение, и все члены этого экипажа погибли. Причина была в маленькой мелочи. Там отсутствовало всего лишь несколько теплоотражающих пластин. И когда этот корабль вошел в плотные слои атмосферы за счет трения, в этом месте, где не было теплоотражающих пластин, образовалась сквозная дыра, нарушилась герметизация, и все без исключения члены экипажа погибли. Мелочь определила судьбу и жизнь отдельно взятых людей. Мы иногда с вами в нашей жизни произносим слова, которые не придаем большого значения, и говорим «А, это мелочь». И я хочу сегодня вам и самому себе сказать, чтобы мы в прожитом году переоценили мелочи в нашей жизни. И если, может быть, в твоей жизни были мелочи, но которые в себе содержали тьму, тогда даже в этих мелочах стоит покаяться. И отношение к мелочам в будущем году иметь очень серьезное и очень тщательное. Первый текст Священного Писания я прочитаю в Псалом 105, стих 33. Это стих, который говорит о Моисее. «Ибо они огорчили дух его, и он погрешил устами своими». Стих 33, Псалма 105. Обратите внимание, что сделали люди, которых ввел Моисей из Египта. Эти люди огорчили его дух. Что сделал при этом Моисей? Написано «Он пригрешил устами своими». Не правда ли, если смотреть в целом на великие чудеса, которые через Моисея делал Бог? Чудеса, которые были глобального масштаба, они были чудесами, которые охватывали всю страну. Моисей помолился во всей стране вода красного цвета. Моисей помолился во всей стране песье мухи жалят людей. Моисей помолился на всем Египте, на всей стране тьма. Моисей помолился, жабы наполняли дома людей и так далее. Чудеса такого глобального масштаба в масштабах всей страны. Моисей простер жезл, и червное море стало сушей. Чудеса! А теперь, внимание, что сделал Моисей, будучи огорченный, пригрешил устами. Мелочь. А для Моисея это мелочь. Стоило Божьего приговора, когда Бог ему сказал «Ты не явил святости». Братья мои, дорогие и сестры, рассуждая по-человечески, многие бы из нас, я думаю, могли бы рассуждать так. Господи, ну ради великих чудес, которые Ты сделал через Моисея в Египте, ну закрой глаза на эту маленькую мелочь, которая проявилась в том, что Моисей пригрешил устами. Теперь, если вы внимательно постараетесь посчитать, сколько было там людей, которые огорчили Его дух, то вы увидите, там было людей, ну порядка, около, ну во всяком случае, около миллиона, что-то приблизительно точно. Ну, чтобы сильно не завышать число, мы можем точно сказать, давайте самый минимум, ниже уже просто некуда, около тысячи человек. Скажите, если сразу все тысячи человек на вас начинают обращаться с укорами и упреками, а причем вы для этой тысячи человек отдали всю жизнь, вы просто ради них все делаете, вы ради них все посвящаете, а эти тысячи людей, они вместо благодарности, они в ваш адрес выражают упреки и укоры. Я думаю, вы имели бы массу причин, чтобы на этих людей огорчиться и что-то в их адрес сказать. Так было с Моисеем. Он имел хорошее прошлое, но в настоящем пригрешил устами. Мелочь остойла Моисею земли обетованной. Бог ему сказал, ты не явил святостей и в землю обетованную не войдешь. Братья мои, дорогие сестры, давайте задумаемся о такой простой мелочи, как в наших устах сказанные слова. Прожитый год, который ты и я прожил, может быть, ты наподобие Моисея. Слово, мелочное дело, но ты его сказал, и в этом слове не было святости, не было чистоты, не было бы того, что отражало Божью славу. И я хочу, чтобы мы обратили внимание, это мелочь, но для Моисея она многого стоила. Пригрешил устами и в землю обетованную не вошел. Теперь еще одного героя хочу вместе с вами посмотреть из книги Ветхого Завета. Это пятая глава четвертой книги Царств. За человека по имени Нейман. Читаю десятый стих. «И выслал к нему Елисей слугу сказать, пойди омойся семь раз в Иордане, и обновиться тело твое у тебя, и будешь чист». Это и удивительные слова сказал пророк Божий Елисей Нейману. «Пойди и окунись семь раз в реках Иордана». Если кто внимательно исследует Писание, как это воспринял Нейман? Нейман разгневался и сказал, да что я ради этой мелочи пришел сюда из далекой страны, преодолел такое расстояние, потратил так много денег, и Нейман это счел мелочью. Но к нему приступили люди и сказали, слушай, но если бы тебе Божий человек сказал бы что-то важное и великое, ну не послушался бы ты. А он рассуждая говорил, да, наверное бы послушался. И слуги ему говорят, так если он тебя просит о такой мелочи, как окунуться в реках Иордана семь раз, чего бы это ни сделать? Нейман послушался и эта маленькая мелочь была причиной исцеления в его жизни. Потому что за этой маленькой мелочью стояла воля святого Бога. Я это говорю к тому, что когда мы читаем тексты Нового Завета, многие люди в отдельно взятых текстах Нового Завета говорят, а, это мелочь. Это было к первым векам. Это было к первым христианам. А, это сегодня не важно. Сегодня это не так ценно. А я могу с уверенностью сказать, нету в Священном Писании ни одной мелочи, которая просто здесь написана, чтобы занять место на страницах. За каждой мелочью в Священном Писании стоит воля святого Бога. И если ты и я этой мелочи повинуешься, ты и я пожинаешь от Бога благодать и Его благословение. Важность мелочей. Если еще посмотрим одного героя, или как его лучше сказать, наверное, можно его назвать героем, он стал причиной великой Божьей славы. Это маленького человека, о котором Библия говорит, что он был мальчик. Я читаю шестую главу Евангелия от Иоанна, читаю девятый стих. Здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки. Ну, что это для такого множества? Если там внимательно почитать, огромное количество людей было собрано, Библия говорит, пять тысяч человек. И это удивительное дело, среди этих пяти тысяч человек была одна проблема, люди хотели кушать. И когда они исследовали, чем они обладают, то один из учеников Иисуса Христа пришел и доложил, у одного мальчика есть пять хлебов и две рыбки. Если рассуждать об этом, вы можете ясно понимать, мальчик это, наверное, лет двенадцать. Ну, во всяком случае, в сегодняшнем измерении это где-то приблизительно так. Теперь скажите, двенадцатилетний мальчик, как часто или как щедро он склонен делиться какими-то дарами, талантами, продуктами и так далее. Не правда ли, в двенадцатилетнем возрасте, одиннадцать, двенадцать лет, дети, как правило, любят говорить, мне это надо, мне это надо и еще вот это мне надо. Дети в таком возрасте намного охотнее к себе берут, чем от себя отдают. Но этот мальчик, двенадцатилетний мальчик, я так могу себе представить, не написано, что ему было двенадцать лет, я беру по максимуму. Вы знаете, что интересно, быть Божьему чуду или нет, знаете, от чего зависело? От маленькой мелочи. Даст ли двенадцатилетний мальчик пять хлебов и две рыбки, которые ему мама, наверное, дала с собой в путешествие, в которое он отправился? Пять тысяч человек, ученики Иисуса Христа и сам Господь, а все сосредоточилось на маленькой мелочи, даст или не даст. И когда он отдал это Иисусу, Иисус это приумножил и насытил пять тысяч человек. Братья мои дорогие, вот так вся наша жизнь состоит из маленьких мелочей, маленький вклад твой, а это является причиной Божьего чуда. И я хочу призвать вас сегодня, самого себя и вас, чтобы мы могли свою жизнь правильно расценивать. В нашей жизни нет мелочей, нет ни одной. Жизнь это цепь, а мелочи вне извенья. Кто пренебрегает мелочами, тот рискует порвать всю цепь своей жизни. Я во Франции, когда был, познакомился с одним человеком, который проживал в Монголии, он закончил государственный университет в Санкт-Петербурге на факультете хореографии. И этот человек, который участвовал и даже был балетмейстером в свое время государственного балета в Монголии. Этого человека зовут Чина, удивительный, интересный человек, он уверовал и стал христианином, проживая сейчас во Франции. И от этого человека я слышал такую национальную историю в Монголии о важности мелочи. Как-то в свое время, еще в средневековье, Монголия вела войну с окружающими ее государствами. И у монголов, у них было немного воинов, и они распределились на два отряда. А неприятелей было достаточно много. И эти два отряда между собою договорились, если мне навстречу выйдет очень много противников, я пошлю гонца к тебе, он попросит о помощи, и ты быстренько приходите ко мне, чтобы помочь сражаться с противниками. И вот когда настал этот день сражений, один из отрядов увидел, что к ним идет очень много неприятелей, и они отправили гонца, чтобы тот позвал на помощь другой отряд, который должен был прийти и поддержать их в сражении. Но кузнец, когда подковывал лошадь, которая досталась этому гонцу, у него не хватило одного гвоздя, когда он прибивал подкову к ноге лошади. И когда гонец скакал, отсутствие одного гвоздя стало причиной, что на ходу у лошади слетает подкова, и лошадь на ходу спотыкается, ломает ногу. Гонец не успевает позвать на помощь, и целое государство Монголии проиграло войну и военные действия. И если исследовать и сказать, что было причиной, вы выявите удивительный факт, вы скажете, гвоздь, который кузнец сказал, ну и что мелочь, и так без гвоздя одного справится лошадь, и с подковой будет жить, никуда она не денется. Мелочь, а стала причиной поражения целого государства. И я это говорю сегодня вам и самому себе, братьям и сестры, в нашей жизни нет мелочей. Сказанное слово – это не мелочь. Сделанный поступок – это не мелочь. Твое послушание за поведями Иисуса Христа отдельным или всем – это не мелочь. Это очень важные вещи, которые во многом определяют все то, что из себя представляет твоя и моя жизнь. Один из прекрасных, я думаю, многих из нас, многими нами любимый епископ, который ушел в вечность, это Виктор Иванович Белых. Это человек, который умел в мелочи видеть огромнейшую ценность и важность. Я помню, когда из его жизни один маленький фрагмент, который он рассказывал сам про себя. Он говорил, что когда он был в вузах и когда находился в тюрьме за то, что он был христианином, он находился в камере. И когда в камеру приносили еду, когда туда приносили заключенным еду, он говорил, что все без исключения люди, бежали, находящиеся в этой камере, бежали туда, к этому месту, где приносили еду, бежал каждый как можно быстрее, потому что каждый знал, если первым добегу, то еще что-то смогу взять, еще что-то мне достанется. А Виктор Иванович, когда нам, молодым студентам в колледже рыбницы рассказывал про себя, он говорил, а я рассуждал так, если я побегу с ними, я буду такой же, как они, а я должен быть выше, я христианин. И он дожидался, когда все разбирали и приходил последним и брал то, что оставалось. Мелочь, а эта мелочь стоила ему огромнейшего уважения, которое его вот там в камере уже уважали. Другие люди говорили, слушай, мы движим и животным инстинктом, скорее бы кусок побольше и блюда побольше там с похлебкой или теплой водой, а ты, а ты выше нас. Мелочь, а из этого состоит вся жизнь. Я хочу сегодня призвать вас и самого себя, не пренебрегайте мелочами. Если кто внимательно исследовал, к примеру, или изучал, то тот знает, к примеру, такая авария, как Чернобыль, произошла по причине мелочи. Просто те, кто управлял этим процессом, решили рискнуть и опустить немножко, выйти из графика, который был допустим для этого реактора. Маленькая мелочь стала причиной взрыва и большой катастрофы. Один из спускаемых аппаратов, который еще во время Советского Союза космонавтов подняли на околоземную орбиту, они выполнили очень хорошо, выполнили свою задачу и после этого должны были в спускаемом аппарате вернуться на Землю. И маленькая, когда потом аппарат приземлился и обнаружили, все космонавты были мертвы. Когда начали обследовать этот спускаемый аппарат, обнаружили размером в пятикопеечную монету. Маленькая дырочка, которая была образована в этом спускаемом аппарате, и она стала причиной, что этот аппарат разгерметизировался, и все космонавты погибли. Я говорю это для того, чтобы мы сегодня могли понять, мой брат и моя сестра, если в этот прожитый год ты осматриваешь свою жизнь, и сам себе говоришь, были у меня мелочи, которые в себе содержали грех. Были слова, которые содержали грех. Были поступки, которые не совсем были достойны моего небесного звания. Были в моей жизни эти мелочи. Я хочу тебя пригласить и призвать тебя, чтобы ты с этими греховными мелочами в этом 2008 году мог расстаться своей искренней молитвой перед Богом во имя Иисуса Христа. И в свое сердце положить правильное основание и сказать, Бог мой, дай мне 2009 год прожить так, чтобы в моей жизни разного рода мелочь, но она в себе содержала не тьму, а свет, отражала твою славу и было для тебя благословением. Жизнь – это цепь, а мелочи – вне извения. Кто пренебрегает мелочами, тот рискует порвать всю цепь своей жизни. И я призываю вас и самого себя, давайте с вами каждую мелочь в нашей жизни не пренебрегать, а относиться к ней серьезно. Что говоришь, как живешь, как поступаешь, что ценишь, чему стремишься. Мелочи, а из этих мелочей состоит вся твоя жизнь. И пусть же каждая мелочь, каждое звено в твоей жизни – это будет звеном святости, чистоты, правды и добра, для того, чтобы вся твоя цепь жизни была ничем иным, как святостью, правдой, славой и благословением от Бога. Я хочу пригласить вас к тому, чтобы мы к Господу могли обратиться в молитве, и рассуждая о мелочах в нашей жизни, могли ясно понять – мелочи важны. И нет второстепенных и неважных. Все, что из себя представляет твоя жизнь, важно. И Бог на это смотрит, с этим считается, и на это обращает особо важное внимание. Я приглашаю вас к Господу обратиться в молитве, чтобы нам во всех греховных мелочах в этом году 2008-м пред Богом покаяться и попросить у Него мудрости и сил, всякого рода мелочь в будущем году 2009-м воспринимать серьезно и относиться трепетно и с благоговением, отражая Его славу и Его свет. Давайте, склонив свои колени, к Господу обратимся. Аминь. 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 Игорь Негода. başл. Продолжение следует...